То есть мы знаем какую-то общую картинку о том, что он был борец, что он не побоялся бросить вызов Кремлю и не побоялся отстаивать независимость Чечни. А каким он был в жизни? Во-первых, он был очень искренен. Он никогда не хитрил и всегда говорил правду. Эта его черта удивляла всех. Даже когда его показывали по чеченскому телевидению, будучи уже президентом, его речь совсем не чистили. То, что он говорил, сразу показывали, ничего не убирали. Когда выступает, он говорит естественным языком. И он говорит правду. И когда он во время войны, которая шла под эгидой на идее конституционного порядка, якобы... Да, ну Кремль любит использовать подобные вещи. Да, да. Хотя в действительности этот порядок конституционный, это была просто отговорка. Какой порядок, тем более конституционный, они навели, если эти руины Грозного были видны даже с Луны, их разрушения. Фантасмагория, пейзажи этих развалин и название порядок конституционный. Хотя конституция российская была принята 25 декабря 1993 года, а Чеченская республика объявила о своей независимости в 1991 году, воспользовавшись распадом с СССР. И правом народов на самоопределение. Народом, законом, правом народа на самоопределение. Тем более, что Ельцин сам заявил о том, что каждый народ может брать с СССР столько, сколько сможет проглотить. А Джохар, он настолько любил свой народ, очень хорошо знал его историю, собрал книги по истории членского народа. И он говорил, если мы этот шанс не используем сейчас, то мы очень много потеряем. Исторический шанс нужно использовать. Ну и так получилось, что началась после выступления вооруженной России оппозиция танками. Оппозиция эта выступала два раза. То есть эту оппозицию вскармливал Кремль против Джохара Дудаева, снабжал оружием, организовывал. Что-то подобное мы видели и на востоке Украины, когда Кремль начал вооружать и снабжать оружием так называемых сепаратистов. Да, но мы понимаем, что это были не сепаратисты, а напрямую агенты Кремля. Конечно, это были агенты Кремля. И они наступали танками, танковыми колоннами. И в этих танках сидели российские танкисты, российские воины. И за этими танками шла эта оппозиция, большая часть из Натеричного района, вооруженные автоматами. И они все были даже куплены России. Потому что в августе месяце Джохару принесли такую бумагу, как бы квитанции по расчету, которые, значит, вручали некую сумму денег человеку и оружие. Если он будет один месяц, по-моему, с сентября вступать против. Ну, это пришел человек из Самашек и спросил, что делать. И Джохар сказал, ну что ж, война неизбежна. Ну, берите деньги, автомат. Автомат пригодится вам. Я деньги вашей семьи. Какими были слова Джохара Дудавя, когда он понял, что война будет обязательно, и что Кремль не позволит независимость Чечни? Джохар перед этим написал четыре письма Борису Ельцину. И посылал своего человека, чтобы тот с ним договорился о встрече. Но человека этого, как он потом объяснял, не пропустили. Или Ельцин не захотел с ним встретиться. И письма, может быть, дошли, может быть, не дошли, или он их не читал. Джохар был уверен, что ему хватит 20 минут, чтобы договориться с президентом России, чтобы не было войны. Но тогда эти решения принимал далеко не один Ельцин. Там его семья имела большое значение. И это партия войны. И Борис Березовский, и так далее. Да, и, в общем, там было много людей, которые хотели бы, чтобы была война. В том числе и те бывшие министры Салман Хаджиев, Доку Завгаев, которые были раньше у руля власти республики, они обивали кремлевские пороги и наставили, что это все сейчас временно, что народ недоволен Джохаром, что за две недели можно этот, так называемый, режим дударский скинуть, и что нужно просто только дорожить оппозицию и начать наступление. То есть в Кремле даже не предполагали, что чеченский народ может хотеть быть независимым, да? Они это считали, вот как в отношении Украины они лепят ярлыки, да? Так точно так же было и в отношении Джохара Дудаева. Да, конечно. Они его представляли диктатором, цепляющимся за власть. И каких только сплетен не придумывали. И то, что Жохар якобы еврей, и то, что он послан в ФСБ, и всевозможные слухи, но сплетни и грязь. Но Жохар не обращал внимания. Я ему говорила об этом, а он говорит, что ты на это внимания обращаешь? Шакалы лают, караван идет. Вот. И потом, после его гибели, народ чеченский собрал все свои силы. Когда Ельцин, то перемирие, которое было заключено Дзелимханом и Дорбиевым в Кремле, перечеркнул так же, как Кремль перечеркнет все договора. То есть вы не верите в возможность каких-то мирных договоров с Кремлем? Потому что мы знаем, насколько подло и цинично было убито Жохара Дудаева. Да. То, что тогда случилось, это было, во-первых, российская армия. Она уже... Она была разбита, российская армия. И пленные мальчишки, призывники бегали по всей России, их прятали. И они воевали в окопах, зашивленные, грязные. А чеченские бойцы, они два дня воевали, два дня в этих окружающих селах отдыхали. И все было по такому распорядку, что один из российских воинов читал, ему попалась случайно книжка убитого опухолченца чеченского. И он говорил, ну посмотрите, здесь же все расписано. Тут талоны на бензин. У нас, кстати, были подпольные заводы по добыче бензина. Здесь учтен каждый патрон. Здесь время заступления на блокпост. И тут мы воеваем не только с народом, а с настоящей армией. Джохар держал фронты. Он говорит, если мы не будем держать фронты, мы сами, наша семья жила возле Юго-Восточного фронта. Он говорит, тогда нас будут считать просто бандитами. Фронты нужно держать. Он говорил о том, что те материалы, которые он посылает в ГААГу, запрещенные к применению местным соглашениям, кассетные бомбы, шариковые и отравляющие вещества. И как много их не посылается, ответа никакого нет. И они просто боятся судить российское правительство за его преступления в Чечне. А там уже начали работать в традиционном лагере смерти по уничтожению мирного населения. И он сказал, мы должны судить этих преступников, в том числе Ельц. И потом любой чеченец сможет привести в исполнение этот приговор. В общем, это Ельцина испугало. И он передал через посредников, а Жохар связывался с ним по телефону через посредников, спросил о том, какой он в списке этих сорока преступников. И Жохар сказал, на мое удивление, он сказал, последний. Я говорю, почему последний? Он говорит, потому что кроме позора Ельцину эта война ничего не принесла. После этого этот процесс, будущий над преступниками, находящимися в Москве, видно, усилило их желание убить Жохара. Была задействована эта система. По наведению на телефон, вылетали самолеты и пускали ракеты. Он так вот говорил, засекал время, говорит, минут 10-15 я могу свободно говорить. Если дольше, то они могут успеть. Ну, последний раз он приехал с Магомедом Джанеевым, Курбановым, Вах, Ибрагимовым. Ну, и, наверное, больше говорил, чем надо. Я стояла на краю обрыва. Он меня вот раз отправил, сказал, отойди. Потом, когда надо будет тебе выступать, ты выступишь. Я должна была прочитать стихотворение. Я отошла, и внизу заплакала одна птица. В другом птицы так красиво пели. Был такой красивый розовый закат. И всё дышало таким благополучием. И вдруг какой-то голос под краем оврага. Птица начала плакать. Я спросила Вах, Ибрагимова. Он в это время подошёл ко мне. Закончилось его выступление. Я говорю, слушай, кто это там плачет или стонет? Кто это? Птица? Или, может быть, кошка? Он говорит, это птица. Потом я узнала, что это птица была кукушка. Кукушка так плачет, когда уже время жизни человека исчерпано. Она подавала знак, но я его не поняла. Аллафь Федоровна, простите, а как Вы оцениваете ситуацию с агрессией Кремля против Украины? Насколько далеко может Кремль пойти в отношении Украины? И насколько Украина сможет побороть Кремль и отбить его атаки? Во-первых, то, что случилось с Крымом, меня просто поразило. Это просто сдача Крыма была. И то, что приказа военные генералы не отдавали, якобы для того, чтобы военные, которые в Крыму находились, чтобы они защищали Крым, чтобы они защищали свою свободу. Это было настолько оглушительно, противоестественно. И это просто походило на трусость тогда. И эти, так называемые, зеленые человечки. Такое ласковое название агрессоров, которые пришли в Крым. И это название повторяли украинские журналисты, называя зелеными человечками этих бандитов. То есть Россия может, когда хочет, переменить мнение людей, называя все совсем не своими именами. А полезет ли Кремль дальше сейчас с войной? В свое время мы не думали, что будет оккупирован Крым. Мы не думали, что будет оккупирована часть Донецкой и Луганской областей. Но это случилось. И мы так понимаем, что Кремль так просто сдаваться не будет. Да, но в самом Кремле идут большие перестановки. Путин снял Иванова. И там сейчас, по-моему, под ним самим кресло шатается. У него противостояние с ФСБ и опирается на национальную гвардию Каверова. То есть, то, что ждет Путина в таком положении дел, ему не позавидуешь. Но преступники ответят по закону в будущем. А вы простили Кремлю убийство для Хара Дудаева и преступление против чеченского народа? Вот на внутреннем людском каком-то уровне. Потому что есть вещи и для многих, которые не забываются. Там виноваты все и никто. И по чеченским традициям можно мстить. Человек имеет право на убийство, на равное убийство за мужчину, мужчину, за женщину, двух мужчин. Но лучше, если это предоставить Богу. Если простить, Бог накажет намного страшнее. И вначале этот, тот, кто приступил закон и убил человека, вначале он испытает на себе то, что пережил тот. И испытает тем мыслям и немыслимое страдание, осознает то преступление, которое он совершил. А потом будет наказан. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.